На сегодняшний день Госкомрегистр является лидером среди всех учетно-регистрационных ведомств России. Объем услуг, оказанных исполнительными органами власти в электронном виде, составляет почти 60%. К примеру, в Ставропольском крае он значительно ниже – около 29%. Конец 2017-го – время подвести итоги. В течение года в комитет было подано более полутора миллионов заявлений на предоставление услуг в учетно-регистрационной сфере. Всего зарегистрировано более 500 тысяч прав, сделок и ограничений. А это на 45% больше, чем в прошлом году. Эксперт озвучил главные достижения за этот период. 157 миллионов рублей удалось получить в бюджет Республики Крым. В этом году по Республике Крым победоносно шествует электронный способ подачи документов среди органов госпласти и местного самоуправления. Был увеличен объем принятых заявлений на госрегистрацию на кадастровый учет через МФЦ, не напрямую. Наша функция все-таки регистрация и учет, а не прием документов через МФЦ на 40%. Помимо достижений имеются и проблемы. Среди них смешанное федеральное и республиканское законодательство и неустойчивая система электронного межведомственного взаимодействия. Инвестиционные проекты в 2017 году имели стремительный рост. Зарегистрировано почти 6 тысяч прав для реализации 107 проектов на территории Крыма. В 2017 году неисполнение федеральной целевой программы достигло отметки 11%. Это лучший результат по сравнению с прошлым годом, где показатель составил 50%. Немногие менее 2 тысяч объектов недвижимого имущества было зарегистрировано в процессе реализации тех или иных положений. В ФЦП среди оформленных объектов 116-километровая высоковольтная линия, соединяющая подстанцию Кафа и Симферопольская, крымские морские порты оформляют свои особенные гидротехнические сооружения. На 2018 год Госкомрегистр ставит перспективные планы по развитию. В грядущем году комитет будет развивать переход на полные электронные взаимодействия с органами власти, сокращать сроки рассмотрения заявлений, а также укреплять динамику снижения количества отказов в госрегистрации до среднероссийских 6%.